всем привет с вами канал все про android и сегодня у нас интересное приложение которое называется snap приложение бесплатно в плей маркете в бесплатной версии вы сможете добавлять до трех виджетов если купите версию при помощи лаки патчера или же оплатив ее на плей маркете то получите возможность добавлять несколько виджетов вернее не несколько а более трех сейчас я покажу как выглядит данная программа она у меня сейчас установлена и настроена настроена область для свайпа у меня выбрана с правый верхний угол я потяну наверное наверное да все-таки отработала при помощи мышки потому что не всегда мышкой работает а срабатывала пальцем то есть вот так выглядит данное приложение виджеты настраиваемые допустим скролл внутри виджета как я уже говорил можно виджеты отсюда все прекрасно управляется все это дело доступно как я уже сказал как с основного экрана так из экрана блокировки сейчас я продемонстрирую как все это работает на экране блокировки а потом перейдем к самому приложению с экрана блокировки у меня активировано вот так все это дело работает и полный доступ как я уже говорил к управлению виджета сейчас еще раз продемонстрирую вот все великолепно работает и сейчас перейдем к самому приложению для того чтобы показать какие есть настройки настроек в принципе немного вы при помощи кнопочки добавить можете добавлять виджеты которые есть у приложений ну какой нибудь один виджет добавим сейчас если виджет более 4 на 3 вы сможете задать ему область по колонкам и по размеру переместить или удалить виджет внутри приложения достаточно просто короткий свайп удаление виджета если зажать виджеты переместить внутри приложения то виджет будет перемещен и в окне которое активно вот так все это дело будет выглядеть то есть все просто все идеально работает в настройках достаточно задать несколько параметров это с какой стороны будет работать свайп у меня справа значит стоит галочка справа по центру или слева активировать или деактивировать на экране блокировки данный виджет ускорить пролистывание если у вас где-то что-то тупит внутри виджета как я уже говорил при помощи одного пальца как я показывал виджет листается и reduce animation если какие-то баги на некоторых устройствах встречается то можно попробовать исправить это все передвинул вот этот вот ползуночек вот такой вот как я уже сказал довольно таки простая простая настройка приложения все великолепно работает четко справляется устанавливать данный виджет на свой смартфон это уже ваше дело если вам понадобится данное приложение то скачать можно будет по ссылке в описании видео а я на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч до новых встреч